Субтитры делал DimaTorzok С одной стороны, наш Халк чуть-чуть меньше, он лохматый, не зелёный, а белорыжий, но при этом Халкуша практически такой же умный, справедливый и отважный, как доктор Роберт Брюс Бэннер. Как и известный супергерой комиксов издательства Marvel Comics, наш Халк обычно очень задумчив, любопытен и молчалив, но в условиях агрессии и несправедливости он становится отважен, неудержим, беспощаден к любому злодею. Ну и немножко не управляем. Иногда сила нашего друга имеет безрассудный и разрушительный характер, а его внушительные размеры и грозный внешний вид всегда вызывают у окружающих уважение, а порой неоправданную опаску. Как видите, сходство очевидно. Да и ещё всегда молчаливый Халк именно в полусражении начинает рычать и гавкать, а дома в спокойной обстановке. Наш герой всегда спокойный, ласковый и дружелюбный. Непременно встретит вас с забавным велением короткого хвостика, уткнётся мордочкой в ногу, внимательно выслушает, глядя в глаза, вздохнёт вместе с вами, положит массивные голову и лапы вам на колени. Вы скажете «Так это собака!» Да, это собака. Есть обоснованные предположения, что Халк и Роберт Брюс Бэннер дружили и вместе работали в одной лаборатории, совместно проводили эксперименты и одновременно подвергались влиянию одного из них. Уж очень много общего между ними. Ну, по крайней мере, в фантастическом мире Марвел что-то такое вполне могло произойти. Да и, кроме того, обратное доказать просто невозможно. У вас, наверное, возникнет вопрос. А как же мы познакомились с Халком? Конечно, как и в большинстве случаев, когда в доме человека появляется собака, впервые мы увидели своего друга пушистым и забавным щенком. Малыш был весьма крупным, опирался на массивные лапы и, бегая, не всегда успевал вовремя притормаживать. Эти факты, кстати, не опровергают наши основные гипотезы о былой дружбе нашей собаки с Брюсом Бэннером, поскольку персонажи любого параллельного мира адаптируются к нашей действительности так, чтобы не выдавать свои тайны и выглядеть в нашем мире совершенно правдоподобно. Так вот, сначала мы увидели, как к нашим ногам со звонким тявканьем катится лохматый колобок, затем на нас посмотрели умные и веселые глаза, розовый язычок забавно причмокнул, и очаровательная конопатая мордашка с ушками и розочками уткнулась в протянутую ладонь с ароматными сушками. Кстати, приблизительно подобным образом все это происходит и по сей день. Так в нашей семье появился грозный авторитетный алабай. Эта порода иначе называет среднеазиатская овчарка по имени Халк, который каждый день дарит нам любовь, дружбу, ласку и хорошее настроение. Благодаря Халку мы бываем регулярно вовлечены в самые разные забавные героические события. Чего только стоит вдохновленный прыжок нашей собаки с балкона второго этажа, регулярные разгоны Халком агрессивных свор бродячих собак, постоянная вражда с кошками, таинственное общение с вечно озабоченными ежиками, неудержимое желание Халка перепрыгивать через любые преграды, порой невзирая на повреждения многострадальных лап. Окупание Халкуши – это особая история. Друзья, если вам будет интересно узнавать новость из жизни нашего лохматого супергероя, заходите на наш канал и смотрите видеоролики в разделе Халк. Спасибо за внимание и удачи вам и вашим четвероногим друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok